Манка в сравнении с другими кашами стоит особняком. Она почти не содержит клетчатки и на две трети состоит из крахмала, благодаря чему считается сытным продуктом. Плюс ко всему еще и быстро готовится. Вопреки распространенному мнению, манка не так калорийна. Жирность довольно диетической каши придает в основном добавки. Молоко и сливочное масло – не самое лучшее приправа для желающих похудеть. Также важно обратить внимание на то, какая именно крупа на вашем столе. В продаже имеется три типа манной крупы. Каждая отличается по своей вредности. Самая неполезная, но зато самая распространенная – это из мягких сортов пшеницы. На упаковке она обозначается буквой М. Самая полезная, но зато не такая вкусная – обозначается буквой Т. Она производится из твердых сортов пшеницы. А вот смесь твердой и мягкой пшеницы на упаковке пишется как МТ. Что еще нужно знать при покупке манной крупы? Сейчас узнаем.